Телеканал КРТ представляет Спешл-геста, он же анархист Ну что, очень много разных тем Кстати, я хотел сказать, что по случаю 8 марта Саша вновь вернулась на трон Да я захватила власть В халате, прошу обратить внимание От Мендель От Мендель, да Но с цветочками Которую не уволили до сих пор за халатность Да, но у нас сейчас есть список новостей Вот я, Саша Конечно, и начнем мы Как раз уже вспомнили про 8 марта И предлагаю с него, конечно, и начать Представительности правых организаций выступили против 8 марта с гробом Феминизм 8 марта в центре Киева, бараны, ведьмы, гробы Опубликовано яркое видео Мне интересно, а могло быть тусклое видео? Мне кажется, вот эти кадры, на самом деле, это как бы хэллоуин Ты понимаешь, что они делают? Там были прекрасные эти анархистки, феминистки Они были в таком фиолетовом Вот как у тебя, вот такой фиолетовый Ну блин, ну это же красиво, во-первых А вот это грустно как-то Понимаешь, надо им дать какой-то совет Чтобы, может, какие-то гранты им выделили Чтобы не какие-то, ну, как-то в цветочек Слушай, гранты в цветочек и радуги, это другое мероприятие Там на это дают деньги, но это другое Это ж против Сороса Кто им даст гранты? Слушайте, что-то Сороса так часто Это не его гроб был Так часто хоронишь, он, по-моему, будет жить вечно Понимаешь, смотришь на это Это ж против, они пытались там донести какой-то такой странный месседж Слушай, лучше бы они делали Я вот на карантине не был Но улетел из Испании тогда, когда там публичный дом закрыли До карантина Ну, в общем, нет Там закрыли этот публичный дом Еще в мою бытность там Но я с женой, если что, был А вы были в Валенсии? Да Ага, то есть вы были в Валенсии Я прошу ответить Так вот, там есть такой прекрасный праздник В этой стране, который мы застали Называются похороны то ли селедки То ли ставриды, то ли какой-то Рыбки какие-то Какой-то рыбки Это по случаю того, что заканчивается этот у них Рыбный сезон Не-не, не рыбный, а в пост входят Ага, да И, соответственно, по этому случаю они носят гробы, плакальщицы настоящие Это вот это тоже Так нет, по сравнению с тем, что было там, это какое-то грустное действие Где плакальщицы? Где муляж рыбы какой-нибудь? Крюшенька, подожди Мне кажется, что это просто как в качестве гуманитарной помощи Нам просто карнавальные костюмы передали в Украину Знаешь, как помощь из Европы Ну ты знаешь, это какой-то элитный секонд-хенд Мне тоже кажется, это секонд-хенд, который хранился всю зиму после Хэллоуина Просто, знаешь, не все недорасходовали вот эти костюмы Главное, чтобы эти гробы не были БУ, понимаешь? Потому что это как-то странно выглядит Ну я тебе скажу так, по сравнению с анархистками и феминистками Вот эти проиграли со счетом про сгром Да какая боль, какая боль Аргентина, я майка 7-0 5-0 в оригинале Да ну их тут больше пяти Ну смотрите, это ведь не единственное действо У нас и видео припасено, как на 8 марта в Киеве проходил марш Женщин Хотите вообще посмотреть? Конечно Или, мне кажется, тема гроба уже раскрыта Нет, женщин мы хотим посмотреть Ну тогда давайте, да, блеснем Ну то есть мы видим, что тематика гроба была маргинальна Где мои эти, как они, фиолетовые Во, во, вон, я вижу этот флаг, и ты мне режешь, это не то Вон он есть, я его вижу Ну я смотрю, что на этом фоне, конечно, тематика гроба То есть оранжевый тебя не смущает Нет, просто посмотрите А фиолетовый Вот, анархисты пошли Ну смотри, тематика гроба на этом фоне просто провалилась Ну мягко говоря, с разровным шеем Они хранили, скорее всего Наши надежды Свои идеи Да Свой подход Не, все нормально, все на месте Ну вот, все на этом прилагают Все на месте, все отметились, все в сборе Ну жалко, нету этих фиолетовых Саша, а ты была? Нет Почему? Потому что мне есть чем заняться Слушайте, а вот мне эти кадры напомнили, честно Если бы их сделать черно-белыми, вот не цветными, а черно-белыми Чуть-чуть ускорить, это были бы кадры, там, революционный Петроград Помнишь, как делятся эти транспаранты И плюс еще один нюанс Вот Ветрович, который, как вот эти девушки с гробом Думали, что они, наоборот, борются за запрет А по сути, они, наоборот, усилили Конечно Интерес Интерес Более того, создали такой образ, ну как бы полузапрещенного Значит, кто бы знал про анертиста, если бы не святой Милованов Вот Напомнил, да Ребята, ну мы же говорили о том, что 23 февраля побило все рекорды в Google Да Я думаю, что 8 марта не просто побило рекорды в Google, но и было Ну и принесло прибыль святому маркетологу в лице цветов Да Ну не только святому маркетологу Давайте сначала начнем с открыточек, потому что с прекрасного, да? Как в наших соцсетях активно творчество проявилось Политиков Творчески использовали Ну вот, давайте, да, начнем с политика Киева Да Мне кажется, тема Гербера раскрыта, да? Алексей, зачитайте, да Думаю, про тебя на работе, чекаю вечера, чтобы привітать Вот Дальше у нас прекрасно двигаемся в сторону гавайских рубашек, которые... О, заберу тебе на Сейшелы Ну потому что многие обзавиливали Знаешь, почему на Сейшелы? Потому что на Сейшелах можно бухать, а на Мальдивах бухать нельзя и дорого, понимаешь? Поэтому лучше ехать на Сейшелы Потому что Мальдива – это исламское государство А вы как знаток, да? Можете нам рассказать? Это отдых, если нельзя нормально расслабиться, понимаешь? Я из-за этого в Иран не могу поехать, там такой остров А коронавирус? На острове нету того коронавируса, мы его смоем Ну вот, значит, из-за этого боюсь поехать Мы же со своим пакетом просто О-о-о Кожній жінці пособаці елітної породы Это чтоб на год вперед ЖКХ закрыть, да? Ну, конечно, вы знаете, что все-таки вот только в Украине умеют праздновать с размахом? А, кстати, собаки тоже могут заразиться коронавирусом Ну мы же уже говорили, что масочки им лучше не одевать Так вот насчет размаха, веселья и корпоративов По-моему, побил все ожидания и рекорды в этом году корпоратив «Херсонская ОГА» То есть даже предыдущие нацбанковские Я думаю, что даже Сенин первый миллион перебил Это от тех же авторов О, от тех же авторов, я так понимаю, да Вот То есть это та же разработка, вот заметно Нет, ну вы уже покажите их, пожалуйста Да мы покажем и расскажем Нацбанке это же там просто немножко другой антураж, да? Немножечко Все строго, а в оговоре А вот здесь Есть прекрасная группа «Степ», да? Которая выступила с песней «Смаженный кабанчик» Которую никто не знал до этой песни «Смаженный кабанчик» Ну, скажем так, в узких кругах, наверное Когда они пели про курку в майонезе на фоне Я, честно говоря, пытался понять, это аллигория Ну, давайте, можно сколько угодно пересказывать Но лучше посмотреть Конечно Напомню, это здание Слышите, даже трибуну не убрал А зачем? Зачем? А голосовать будут? Ну, там жюри какое-то Я думаю, все заняты Руки, руки пусть покажут Нет, а посмотрите А зачем поработы колготки? Что это должно символизировать? Алексей, по-моему, вы уже... На 8 марта Мне кажется, что вы уже вообще-то взрослый молодой человек Даже, можно сказать, мужчина в самом расцвете сил Должны вы уже и знать Нет, на 8 марта Нет, вот кого-то они поздравляют Это же 8 марта, да? Международный женский день Я думаю, что производители колгот они поздравляют Потому что теперь у нас все колготы будут целыми После этого Конечно А в Европе новая мода Ходить в рваных колготах Наоборот Я думаю, что они организуют всех бабушек Которые дружно заштупывают все передачи Я думаю, что на это был бы еще какой-то, наверное, бюджетный грант А в расследовании, в общем, сейчас идет Очень серьезное, кадровое Слушай, ну трибуну могли бы хоть убрать? Они могли бы вылисти на трибуну Или что? То есть у тебя претензии к тому, кто снимает? Почему у вас руки трусятся? Почему у вас руки трусятся? Я же говорю... Слушайте, а в таких патриках вырастет теперь цена, чтобы избраться в местный совет в Херсоне? После такого После такого А это же вся Украина теперь ломанется оттуда То есть ты не рассматриваешь, что у вас растут цены у группы Степ на корпоративы Ты рассматриваешь то, что вырастут цены, чтобы избраться в угар Приглашайте группу Степ, если вам в партии нужно поднять цены на местные спидали рейтинги Если у вас упал рейтинг, и вам надо поднять, приглашайте группу Степ Мне кажется, это прекрасное видео Просто прекрасное видео Клара Целькин, я не узнаю вас в гриме Насколько я знаю, там даже произошли какие-то организационные выводы И даже кого-то уволили Или собираются уволить Ну хоть вы эту группу Степ трудоустроили после этого? Работа над ошибками, то есть они пойдут просто все на корпоративы, да? Нет, кстати Хотя в связи с карантином, я думаю, что все корпоративы скасовываются Нет, кстати, надо создать Ты хочешь сказать, что в этом совете больше 200 человек? Я думаю, что просто это массовые мероприятия, и их надо всех... Вот так вот Закрыть? А зачем? Если они будут закрытыми, они будут еще дороже Я думаю, что они просто будут проводить теперь корпоративы дистанционно Вау Ну онлайн, понимаешь? Вы знаете... Порнхаб будет чувствовать конкуренцию или как? Я думаю, что после вот этого теперь их заседания будут проходить Сначала сдайте телефоны, а потом вы уже там что-то увидите И только охрана этого госучреждения, да, в черно-белом изображении Потому что я думаю, что одно из вопросов было, кто слил это видео Потому что мне кажется, что такое у нас в многих органах есть на самом деле Другое дело, что там видео не сливают Только в нашей стране, по старой традиции, започаткованной предыдущим премьером, важно не то, что ты говорила, а кто слил это все Ну вот она, диджитализация, но почему? Все же, все как согласно заветам великого Гончарука Подожди, 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 авторские права, у нас же пришли диджитализеры, у кого авторские права? Что это за распространение видео, понимаешь? Ты хочешь сказать, что на YouTube его заблокируют, потому что это используется трек известной группы А если группа пожалуется, это же их не авторский номер Оплаченный был только без записи Я думаю, что для них это небывалая популярность Хотелось бы увидеть тендер, тендерное предложение Между прочим, они таким образом могут попасть в чарты и все возможные топы всяких территорий А и прочих других Тем более во время карантина люди будут включать, смотреть А популярность возрастет? Запросто Шазам порвет, понимаешь? Какая группа? Какой трек? Я не знаю, кто такой Шазам, но порвет Но вот если бы вы больше интересовались приложениями, вы бы знали, что сайт Apple поздравил женщин с 8 марта И откусил яблоко с другой стороны А может быть, да, и поменял нагружку Вот Мне кажется, просто после вот этого, я, кстати, не знаю, каким телефоном пользуется Ветрович, но ему, наверное, надо выбросить все-таки телефон Если это телефон Apple И все партии Европейская Солидарность Протереть антисептику Выбросить телефоны Выбросить вообще Компьютеры выбросить Зачем вам телефон? Вот как после вот этого можно? Более того, помните, как они даже карту меняли с Крымом? Где? Apple Ой, эти яблоки Ну для того, чтобы продаваться в России Эх, яблочко, куда ж ты хочешься? Ну что ж такое? Я вот читаю вот этот слоган и пытаюсь его ощутить То есть вот я с ним согласен, действительно Когда в твою семейную жизнь входит женщина Меняется все Меняется все Да А вы, между прочим, поздравили своих женщин походом в киевский зоопарк Знаете, что 8 марта женщинам был подарен бесплатный вход А почему именно 8 марта? Ну потому что Именно в зоопарк Подари своей женщине котика Отведи ее к черепашке Я вот как-то хотел пошутить, но мы повезли детей Ну когда ты с детьми путешествуешь Я любитель по городу километров 30 находить Детям оно как бы до пятой точки Поэтому детей надо водить по зоопаркам, музеям По площадкам По площадкам, да Ну вот мы поперлись в Вену и там же штат Шенбурн Зоопарк Повезли, значит, туда Слушай, ну хоть бы я обнюхал все Ну хоть бы кто-то из посетителей где-нибудь пописал для запаха Нету его То есть пока дети катались, гуляли, смотрели, ты нюхал куски Ну а что делать? Ты точно их не пачкал, а именно нюхал? Ну, как бы не помню Это не точно, да Ну понимаешь, ну когда заходишь в наш, так жалко и животных, и тех То есть даже после обновления ты хочешь сказать, что наш зоопарк Вот как-то вот Нет, я тут с вами не соглашусь Считаю, что зоопарк Мы просто часто все с вами Вот Алексей просто в другом зоопарке бывает чаще Я надеюсь, с какой стороны Так вот шутят Знаете, у нас же два зоопарка Один, просто их разделяет проспект Победа Вот А там часто очень много Так попрошу, во втором я учился Правильно И это не зоопарк, а это Супер Супер заведение Супер заведение С 28 факультетом Семейно-строительным В виде треугольника Вот Чуть-чуть дальше треугольники Смотрите, зоопарк Киевский Хогвартс Кстати, о зоопарке Да Вот это когда я спросил, с какой стороны Знаешь, вспомнил историю У меня когда был маленький В садик меня папа отдал А папа был большим комсомольским работником Ну что-то А забрал потом? Повез в Москву Повез в Москву И что ж сыночку показать в Москве? Цирк на Цветном бульваре Тогда еще Знаешь В то время И как назло Там появился товарищ Брежнев Ну вот И все перекрыли Я настолько древний Зашел Был, что я считаю Товарищ Брежнев в ложе появился Естественно Так он таки существовал Да Более того Я точно это знаю Оказывается Более того Он еще и умер Потому что в тот день Я точно помню Нам запрещали бегать по коридорам И все стояли вот так под стенкой Бегать не зашел Чтобы все ощутили Да Но в то время Когда он еще был жив И был там на трибуне Ну на этой ложе Чичи чего Значит И вот этих всех выступающих У них все сыпалось из рук Они падали Эти короче акробаты у них что-то не получалось Одни звери кстати Чувствовали себя в своей тарелке И вот это единственное Что меня порадовало Там и было все равно Товарищ Брежнев Но когда сыночек Приехал значит Обратно в детский садик пошел Его естественно Это же в Москву Со Львова блин Поехали значит Дай спрашивать Что ж Где ж был Ну и папа А что ваш поезд камнями не закидывали Нет тогда еще Тогда еще Можно было Тогда еще такой традиции не было Папик спрашивает Ну что там Что в садике спрашивали Да и что ты им рассказал Говорю Рассказывал что в Москве я был А спрашивали где был Говорю да Говорю рассказал им Что я был в этом зоопарке Мне спрашивали что я видел Я сказал Брежнева видел Папик и Был в зоопарке Брежнева видел Говорю да хорошо съездил со мной Учительница уже написала Учительница уже написала Письмо В зоопарке с какой стороны был Да Ну вот у каждого да по своему Но я думаю что 8 марта Оно же отличилось не только Как раз всякими подарками Бесплатными всякими плюшками От города Это же все таки день еще Про женщин Мужчины конечно же Поздравляли своих любимых женщин А зарабатывали на этом конечно же Кто? Курьеры Глова Потому что доставка наша все И давайте вот Подшухим Как приблизительно после Вот продавцы тюльпанов И курьеры Глова Они вот наверное Это мне кажется и 8 марта И карантин Да все Все скажется То есть вот Не надо было учиться Как ты говоришь там в КПИ Или в других вузах Достаточно просто Устроиться курьером Перед праздником У нас тоже была кафедра экономики И спортивные эти мероприятия У нас там были Это спортивное ориентирование Знаешь Найди адрес Знаете Как бы даже возникла Помните Такая полушутка Во время 8 марта Полушутка Полушутка Да Что надо было не тюльпаны покупать А доллары А доллары Ну это правда Потому что за 8 марта наступила 9 И все силы зажурилось Потому что доллар скачет Хочайный москаль А скачет А скачет А вы видите нам пожалуйста Прекрасную Картинку с Игорем Валерьевичем Пустите и он скакал Юлии Владимировной Мендель Пожалуйста и цветами Мне кажется что это тоже стоит отдельного внимания Потому что Вот как бы в этой картинке все Да и халатность И цветы И букет Правда жалко что он без котлетки Да наверное Но вот было бы тогда еще Не ну я смотрю Игорь Валерьевич превращается уже в мем Да? Да Да он собственно всегда таким был Он к этому стремился если честно Да Ну вот дело в том что понимаете Вот к такой котлетке Дорога от мема к символу Ребятки к такой котлетке Уже и хрен Винницкий не подашь Потому что срок годности уже не тот Понимаете Хрен Винницкий он уже немножко Не в Киеве Не в Киеве Не в Киеве Он уже чуть-чуть Он уже готовится к местным Да Чуть-чуть не о том Ну вот как бы все Ну хорошо ребятки Раз мы перешли к курсу доллара Может мы и о ценах на нефть поговорим Конечно Это все таки стоит отдельного внимания Как вы Вы уже переквалифицировались экспертов С халатности надо На государственного протокола на нефть Конечно У нас же сейчас вообще такая своеобразная эволюция От политолога к вирусологу Дальше снова к нефтитров Исследователю нефтивных рынков Потом снова к вирусологу Специалисту по карантину И потом снова к политологу Можно нам неделю свою рассказать Вот так и становятся инвестбанкерами Вот Еще чуть-чуть и мы как бы да Близки Ну что черный понедельник Знаем у некоторых из некоторых организаций Черный понедельник Не пятница парни Не среда Не четверг Саша а уже была черная Ну уже действительно Черная среда Черная пятница Все уже Скучно Давайте просто черная Черная дыра такая вот Да очередная А это действительно был во многом Красный понедельник Не знаю У нас есть вот эта картинка Что случилось с мировыми Биржевыми индексами А красные Да Теугольничек вниз Красненький Да Все Все превратилось в красное Все было красное Да Стоять бояться Подожди Я ему новость выношу Он хочет себе Нет у нас индексов Ну в общем не важно Когда они идут вверх Их рисуют зелененькими А когда они идут вниз Их рисуют красненькими И в общем все Оно у них было красненькое Подождите Какие красненькие У нас же цвет Сейчас Актуальные Зелененькие А так надо в будущее Так это у нас А будущий цвет какой актуальный Красненький Ты намекиваешь На красненький На красненький Все срочно Срочно Корпоративные цвета Пора менять Обновлять Все в красненький Не в бордовенький Я прошу учесть А именно в красненький Не путаем Не дякуем Не дякуем Не дякуем Не плутаем Так Хорошо С мировыми ценами на нефть Что ваше вот предсказание Все будет плохо Или Все будет хорошо Читаем Респект украинским силам Саудовской Аравии Удар Нафты По российской империи Наближает ее Роспад Я так смотрю По курсу гривны Что По моему Роспад Не там Устает Кто по кому ударил Да А может это волной Знаешь Кто на ком стоял Да Только он забыл Собственно эту фигню Это же русские по-моему По Саудитам ударили Конечно По-моему Это Одно первое отличие До конца не знаем кто писал Зарян Или Шкиряк Да кстати И вот там даже У меня такой был случай Секундочку не убирайте Случай в Одессе Ну мы же в том числе Готовимся и к местным выборам Да там Некоторые товарищи Хрен извините Кто так к земле Кто так к местным Да Был у меня такой товарищ В Одессе Он известный ряд персонажа Это десятый по-моему год был Местные выборы Значит И реальная история из жизни Значит Товарищ очень своеобразный Он там казаком каким-то был И он вечно Ну как-то же надо Выделиться там Все он на коне На живом Настоящем коне В Одессе Вышивал в Одессе Товарищ взял И подал себя На этом коне Подал фотку Значит в местную Избирательную комиссию На полном серьезе Но это была бы Не комиссия Одессы Если бы просто Отказали по формальным причинам Они отказали Очень серьезно ему Они сказали просто По вашей фотографии Сложно определить Кто из вас баллотируется А вдруг бы случайно Случайно Были же в Древнем Риме Случаи Да Были 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 Когда Император Нерон В отдел сенаторов Ну почему Влияние Подождите секунду Хочу прояснить То есть ты видел лично Брежнева А ты еще императоров Мне просто реально интересно Откуда такие познания Только не скажешь Что в книжках читал Это сейчас не модно Не стильно Ну как же Владимирская 60 И что ты скажешь Известное место Там императоры Сидят Ну там можно открыть Почитать Императоры там тоже были Ну так на секундочку Там можно открыть И закрыть Между прочим Если вы забыли То библиотека Университетом Которая называется Максимович Она тришечки дали Не 60 Чуть-чуть 100 за это Хорошо То есть книжечки читаем Кто все таки ходит в библиотеку Вот это Значит давайте перейдем По нефти По нефти Ну давайте так Уточним Саудовская Аравия Процент в мировой добыче Сколько? 10% Да Это серьезно А кто-нибудь уверен В том что после того Как в прошлый раз Товарищем саудитом Спалили там эти Я не помню там Соседи у них какие-то злые попались Беспилотники Беспилотниками попалили им там Все Они Рассказали что они все восстановили Но это не точно Не факт что они все восстановили И они там решили что-то И плюс сланцевая нефть в Соединенных Штах Америки Так называемая сланцевая революция Да она как-то так Не грозите пальчиком нам Алексей Просто опасно Опасно даже смотреть Так слушай что дальше пошло Я не знаю кто по кому ударил Но насколько я понял Эти американцы Срочно остановили экспорт Своей нефти Да И больше того заморозили Свои запасы Которые у них были То есть они заморозили Экспорт они Они же превратились в свое время У них был запрет на это И вот оно что И вот оно что Кре нефть Саша Дело в том что США на самом деле Сейчас превратились из страны Которая импортирует нефть В экспортера нефти Да Причем такого топового экспортера Да И теперь ОПА Так вот это Саудиты ударили по русским Что в результате штаты Перестали экспортировать Нет То есть к слову ОПА Добавляется буква Ж Ну приблизительно Причем в самом начале Ну вот-вот Только не Потому что если будет ОПА Ж Это уже другое Это не о том Так что Что имел в виду господин Шкиряк Когда он написал Удар на авто по российской империи Это еще хороший вопрос Слово думал тут лишнее Ну так хорошо Давайте тогда заглянем За шторку И посмотрим Что же там все-таки В российской федерации Конечно Вечный Путин Я предлагаю Он же вечный президент Остановиться на Следующей новости Путин вечный президент А Терешкова в космос летала И ограничений не видела Как вам Ну это не точно Да Это было в прошлой жизни Вот Мемы обновления президентских сроков У него такой вид Как будто бы он говорит Я Терешков увидел Нет То есть А вот это Вы помните Что я вас Вот это обнуление сроков Умножу на ноль Это все-таки Да Местный колорит Местный У нас любят Да Помножу на ноль Да Это все-таки наша Поэтому Все они у нас слизывают Конституция ассортирах Ничего Ассортирах Это конституция ассорти Это как на конфетах пишут Знаешь Ассортирах Пока что это просто Предложение по изменениям ассорти Давайте так говорить Ну извините Просто конфеты Местами повиняют Как он кокетливо Сказал Ну это можно Но как решит народ Конечно Вот видишь Если бы Кучма знал Что можно вот так Кокетливо Ну зачем же вот это Давить Один плюс один Равно один Самое главное Что я вспомнил Ведь конституционный же наш сонд Помните Кучма тоже на третий срок Разрешил баллотироваться Да У нас только об этом забыли Он не баллотировался Если очень сильно захотеть То можно Захотеть то можно Вот это недавно Эта сеть порвала Этим уравнением Знаешь Нас всю жизнь изучили Ну я не помню что там было там Двадцать шесть по-моему Делить Там потом это Там что-то я не помню Шесть по-моему И в скобках там что-то А плюс Б И вот что делать Я написал Да будет научный срач И лег спать Вот действительно свершился У меня на странице Потому что народ Сделал действие в скобках А дальше не может понять Что же сначала Делить Или умножать Понимаешь Научный Слушай наконец-то Вспомнили учебники По алгебре за пятый класс Понимаешь Вот Так что я вам скажу Что в принципе С учетом того что у меня До утра эта страница Продолжался срать По учебнику Алгебре за пятый класс То на ноль умножать умеют На ноль умножать умеют На этом все знания по математике И по считать сроки Это не так-то и просто Я вам скажу Это серьезная задача До конституционного суда Это коллективный разум Конечно Причем мнения у меня на странице Разделились Так и попробуй Там же был уровень аргументации Что конституцию меняют Да А конституционных судей нет И реальность тоже И политическая реальность Как бы оп Уже другая И все уже обновились Омолодились Ну хорошо И уже как бы все могут начинать Подчеркиваю Конституции меняются А конституционные судьи нет Как и президент Предлагаю От темы Римских императоров Через императоров Российских Перейти к нашим Императорам И посмотреть Ну мне кажется Тема ВВП все равно Мишу Я думал ты про Авваку Сейчас мы еще К Владимиру Александровичу Вернемся А вот по поводу Вот этого конституционного изменения Мне кажется На самом деле еще не факт Что Путин пойдет То есть вот ты не договорил еще Да Тебе еще не понятно Да Мне не понятно это А абсолютно прав А знаешь почему? Мне кажется что это интрига Это интрига Простая интрига Почему? Как решить проблему хромой утки? Вот как называется президент За буквально пару там Ну период времени Короткий До его ухода Типа уже известного Хромая утка Называется хромая утка А что происходит Это самый страшный период А у нас был хромой Петро У нас вообще хромая загадочка И на классе Украинской литературы А ты тут рассказываешь Понимаешь что дело Но это самый опасный период в империях Когда уже четко понимаешь Что это хромая утка И начинается при живом императоре Начинает растягивать Да Как решить проблему? Сказать что этот император Вообще навечно Да Поэтому ребята Хромые утки это там у них А у нас очень даже Нормальные Нет Стерхи А у нас стерхи Главное чтобы Знаешь как бы Вообще то на самом деле не важно Какая уточка целая Или хромая Когда она по-пекински Поэтому давайте Все таки Кстати я недавно попробовал уточку по-пекински Да Давайте все таки перейдем После этого появился коронавирус В борьбе против коронавируса Кстати вот Прежде чем перейдем Вот к вопросу Где Кирилл? Слушайте Мне кажется это Смотрите наши программы тоже волнует Будете мне Прыгать с темы на тему Вас вообще отсюда выведут Как и Кирилла Так что вы так пока можете шутить Шутите Переходим к теме The Guardian Просто помните Мы же отправили его в Европу Бороться с коронавирусом Смотрите Кирилл войн Я не могу Он вернулся хотя бы А просто Сначала Кирилл Сначала Кирилл Сначала Кирилл Ездит фотографироваться С картонным папой А теперь все будут фотографироваться С картонным Кириллом Именно по этой причине Вместо Кирилла У нас Михаил А знали б мы Что вы были в Валенсии Вас бы тоже здесь не было Но Коль у нас такая Неожиданная тема Тем более Возле скажем так Злачных мест Мы догадываемся Валенсии Ходят тут всякие По борделям Кровати двигают Фоткаются Вот Проверяют Предлагаю все таки Вернуться к нашим баранам Вот Поэтому Вернемся К The Guardian Да Мы немножко так Забежали наперед И обсудили фотографию Юлии Владимировны Мендель С Игорем Валерьевичем И цветами Ну Давайте к первой источнике Но видите все таки Юлия Владимировна Есть на банковой Да Предсказание сбылось Предсказание сбылось Все ждали Что там если что Будет мостовая Но она Уступила вместо Но видите Насколько Юлия Владимировна В политике А это между прочим Много Кстати интересно Слушайте у меня другой вопрос А можно следующую фотографию Вот Вернемся к ней Это мы уже обсудили Не настоящему президенту Да Тут халатность мы уже конечно обсудили Вот Профессиональную Ну вот Саша говорила Что в принципе халат Это сейчас тренд моды Ну во первых это и для удобства пользователей В принципе Для удобства пользователей Это вы как практика Это я вам как теоретик Особенно мне нравились у девочки эти на штанах Когда у них зип прямо на попе Для удобства пользователей Для удобства пользователей А жена в курсе? Она будет смотреть эту передачу А теперь мы ей обязательно покажем Я думаю что даже вырежем нужный кусочек Для удобства пользователей Для удобства пользователей Ну все как надо Я видел кабинет канцлера немецчины Да Ангелы Ангелы Канцелярин Канцелярии Нету на тебя матчества Да Матчество Господи боже Ник Бардиной будет Ник Бардиной будет помянута Да Вы мне скажите Во первых на хрена это тампир Или как оно называется Вот эта хрень в золоте Да Вот это первое Прококо Преходящее вампир Слушайте После Малюски Вот это вот И вот это Коко Я сейчас про Малюску хочу Вы мне скажите Зачем на стол жопой залазить Извини Я так и сказал это слово Ну Точкой Точкой залазить Да Заземлиться надо Заземлиться Ну это же наша украинская традиция Это дурной знак если честно Подождите Вы помните Был в наше вот детство Очень популярен мультик Про девочку Которая очень любила смотреться в зеркало Саша у нас было одно детство И она Я думала За что зеркало просила протирать его спиртом Да Помните она хотела помочь все таки одному дяденьке Которого заколдовала злая волшебница Волшебница они правильно, они читают, они умеют читать Конституцию, закон, только наоборот. Перевернулся. Не справа налево, а именно сверху вниз. Слушайте, они правильно. Они просто переворачивают себя, причем занимают книгу себя. Они тебе, кстати, подсказывали об этом, говоря, какая разница. На самом деле, вот этот вот слоган, он же просто объясняет, какая разница, с какой стороны читать. Какая разница, где рыбу заворачивать. Ребята, это же все понятно. А Менделд разница. Но мне, кстати, нравится этот слоган. Прекрасно. Так, может, все-таки перейдем к прекрасному интервью The Guardian. Как вы оцениваете, кто был инициатором? Офис президента или все-таки The Guardian? Кто у кого взял интервью? Я думаю, что ни те, ни другие. Взял интервью рекламное приложение выходного дня. The Weekend. Да, The Weekend. Которым просто нужно было найти клиента, да? Да, они его нашли. Я думаю, что на самом деле это интервью было специально дано, потому что, вспомните, оно вышло, как есть и в Блумберге, вышло сразу же после отставки правительства. То есть это была попытка, скажем так, показать месседж для западной аудитории, вот, да, ключевые шаги на ближайшее время от Зеленского. Например, мне вот в этом интервью, честно, мне очень понравилась его фраза по поводу войны, где он сказал, что вот у нас тут многие кричат, что нужна война, 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 да, и там сотни тысяч жертв, но они вообще, получается, не думают, по сути, о стране. Когда призывают других просто идти. То есть остальные месседжи по поводу вешать, когда очень хочется. Вендель сказала, что это шутка в интервью «Гардиан». В каждом деле шутки есть доля шуток, доля меньше. Знаешь, мне очень напомнило это, когда сидит такой вот мальчик, у него мушка, он ей лапки отрывает, крылышки, он говорит, лети, мушка, я не живодер. Так и президент говорит, я бы всех бы отпустил, летите, но уже как бы никто не взлетает. То есть он не занимался тем, чем я занимался в общаге. В детстве? Я уже боюсь. Знаешь, чем технари занимаются в общаге, технари? Паяют? Надо как-то. Нет, мы отодвигали холодильник, поскольку он там теплый, жажда, ну такая, я не помню, как эта система называется, в общем, вот таким квадратом, вот такой вот ровно квадратом, темные все, это у нас тараканы там грелись. Вот, берешь, зачерпываешь чуть-чуть этих тараканов, придвигаешь обратно холодильник. Зачерпываешь таракан? Ну, что мы, там в банку, значит, мы красили, шли к девчатам, значит, там, кто-то красил там в красный эти лаком, значит, попу этим тараканом, кто-то в зеленый, потом что делали? Потом брали, это, значит, диод, берешь такой диод, припаиваешь к нему два провода и в розетку, бах, взрывается, значит, пускаешь двух тараканов в банку и делаешь ставки, и туда диоды. Значит, по команде три, бах, взрывается, чей таракан выжил, блядь, вот, видимо, в детстве он этим не занимался. Вот видно, когда у людей нет мобильных телефонов, сколько свободного времени, а фантазия-то какая? Саша, мне страшно представить, что у нас люди будут в карантине делать. Таракан, я бедный тараканец! Мне кажется, что Чеплыга претендует на роль министра карантина, да, то есть главный этот карантинолог какой-нибудь, изгодом АССР. И изоолог, да, могу ввести рубрику «Очень милые ручки». Молодиспорту. Молодиспорту, да. Говорит, разнообразим ваш досуг. Ну и давайте, раз мы эту новость уже с Бумбергом, с Гардианом, извините, заговариваюсь, вспомнили, давайте фото жабы немножко покажем, потому что, скажем так, не так страшно само интервью, как бэкстейдж. Как анонс, который сделан бэкстейдж. Как бэкстейдж, да. Ну и вот в качестве анонса… Это смешно. Да. Действительно. Пресс-секретарь, напомню, нашего президента, выставила фотографию у себя в соцсетях «Я и президент». Да, до интервью. Что, кстати, вот эти и халатности пошли. Слушайте, а зачем платили деньги Гардиану, если достаточно одной и халатной менди для того, чтобы разрекламировать любой месседж, который бы они написали здесь? Вот. Вот. Что там еще? Мне там нравится еще какое-то смешное. Платьица в горошек. Единственное, что я много видел разных фото жаб, вот единственное, что меня реально зацепило очень сильно, это перед 8 марта было, когда была фото жаба с женой. Владимир Александрович? Да. Первый год. Понимаешь, вот насколько, ну, я так на секундочку подумал, будь я женой, знаешь, насколько это было бы, ну… Ну, это же, мы же понимаем, кто это делает. Ну, кто это делает? Петр Алексеевич и сторонник. Там, кстати, много интересных, а вот… По чем дело, я думаю, Петро Алексеевич, это уже… Вот, это уже серьезно, да. Это уже ближе, да, к реальности. Вот, знаешь, но Петр Алексеевич, ну, что же он делает, знаешь, если бы не вот эта вот попытка ее, само… Ну, вот это, вот это, на самом деле, мне кажется, очень неприличная. Вот это, вот это, да, вот это трошки унизить. А с Лисичкой была как раз… С Лисичкой была супер. Там еще был юмор, а вот это уже… За грани фола. За грани, да. Ну, ты понимаешь, в чем дело, а если без грани фола, но ведь она себя ведет, вот, реально, вот в этом всем, и вообще все ее поведение по отношению к журналистам и так далее, вот проанализируя вообще, все ее факапы, которые были, она себя ведет не как пресс-секретарь, почему я говорю о халатности. Причем в полном смысле этого слова, не только реклама H&M или что там, вот, в прямом смысле слова халатность. В том, что она ведет себя как самка, которая охраняет своего самца, понимаешь? То есть вот она не пресс-секретарь. Подожди, между прочим, ты говоришь про H&M. Между прочим, и у H&M, и у Зары есть такая, как бы, часть, это хоум, когда у тебя… На правах рекламы. Одежда для дома. Поэтому это могла быть… Да, хоум, ну, да, но всегда пользовалась большей популярностью на одном ресурсе. Нет, ну, может быть, Юлия Мендель просто, она, возможно, себя видит бодигардом. Она посмотрела, возможно, фильм «Терохранитель». Она считает, что Владимир Зеленский… Да, да, и вот нужно охранять, защитить. Помните, как она так, оп, плечом журналисты? То есть ты хочешь сказать, что женщины могут в любых профессиях себя проявить? Да, викиндует! Вот она все-таки, равноправие, да? Конечно. Ну, то есть, зачем нам Кевин Костер, если и можно? Вроде бы хрупкая Юлия Мендель, но бодигард. Ух ты какой! Закрутил, закрутил, закрутил. Ну что, двигаемся дальше, потому что тем много, а мы как-то застопорились, застопорились. Вот такие темы, что мы не могли это не показывать. Ну что, Зеленский сравнил Украину с дырявым судном. Это, кстати, к цитатам. Все-таки тема еще… С судном или судном? Ой, ты как в том анекдоте, когда «Доктор, доктор, в меня пациент стулом бросил!» Да, просто не усвоил! Не могу у меня жить! Да, вот тут та же ситуация. С судном или судном? Разберемся по ходу пьесы. Давайте все-таки открываем эту прекрасную новость и смотрим. Газета «Вести» нам пишет о том, как закрываем дыры и не тонем. Зеленский сравнил Украину с дырявым судном или судном. Ну, видишь, вот если уже чуть-чуть без шуток, вот что меня поразило, вот через шутки человека можно понять, вот насколько у него широкий кругозор, о чем он думает, да? Тонкие ли шутки? Тонкие ли шутки, да. Вот, да. Ну, смотри, помнишь, вот давайте выстроим логический ряд. Когда он сначала сказал… А можешь подвинуть выше? Могу. «Украинские власти закрывают пробоины руками и ногами». И ногами, да. Рук и ногу на сколько всего, ну, то есть… Вот так мы и живем. Да. «Мы закрываем дыры», сказал президент Украины. «Но мы не тонем». «Но мы не тонем», да, это добрый знак «пока». Вот, пока я бы добавлял. Но ситуация какая? Помните первое его интервью, где он сказал, что у него нет времени на стратегии, а он занимается тактикой? Да. Я вот раз отметил это, потом следующее. Мы не то, мы затыкаем дыры. Дружище, да, ну, то есть если оно начало гнить, то дыр появится столько, что у тебя рук столько не отрастет, понимаешь? То есть и закрыть их неким будет. То есть ты по-любому утонешь, может быть чуть позже, но утонешь. Вот, ну, разве что дашь кому-то сдрыснуть успеть, пока оно еще не утонуло, да, это ночи судно. Вот, поэтому тебе надо было бы думать стратегически. Может быть, стоит захватить что-нибудь чужое судно? Хочешь сказать, что мы уже, то есть совсем пиратский корабль, да? Ну, если мы так тонем, так давай хоть на абордаж Молдовы пойдем или что, блин, я не знаю, ну, хоть куда-нибудь. Уважаемые зрители, мы к вот этим призывам Михаила, вот мы с Алексеем, и каналу, не имеем никакого отношения. Это позиция отдельно взятого гостя. Думаю, в последний раз. Анархист. Он еще наговорит, что он точно вот, как бы... А что, будет, ну, это Большая Молдова, мы к ним присоединимся, они охренеют, а то, что мы все к ним присоединимся. И вот таким макаром мы окажемся в Евросоюзе. Кстати, очень хитро. Румыны даже не заметят. То есть вы предлагаете, да? Это Миша предлагает. Слушай, ну почему нам всю жизнь предлагали сдаться, объявить войну немцам и сразу сдаться? Немцам больше. Я предлагаю никому не объявлять войну, я предлагаю присоединиться к Молдове. Михаил, на самом деле, я вас разочарую. Михаил, если бы вы читали книжки чаще и посмотрели, что было в истории, вот когда мы ждали, что все-таки оттуда нападут, на самом деле договорились и уже в обход все пошли. Как раз через Карпаты с другой стороны. Все можно. Это уже было. Обойдем противника сзади и там как, для удобства пользоваться? Ты вот смеешься, на самом деле, вот реально, вот на Западной Украине, секундочку, в Закарпатии, готовились к тому обороняться, да, вот венгры, прокопали большой туннель, линия Арпада. Пять лет строили оборонительное сооружение, которое не понадобилось, потому что договорились... Как не понадобилось еще раз, подчеркиваю, сигареты. Договорились вот в обход, да. Они на будущее, как тренируются, что-то там. Сигаретопровод. Для удобства пользователя. Мы же как-то должны интегрироваться, если напрямую не можем, то... То есть этот ваше лицепт с молнией на одном месте, он работает, он работает. Хорошо. Миша, кстати, интересную тему поднял. Действительно, представим себе ситуацию, что какая-то третья страна объявит войну стране Евросоюза. Ну, представим себе. И эта страна Евросоюза... Ну, какая-то, какая-то страна. И эта страна Евросоюза, например, захватит ту страну, на которую не входит Евросоюз. Так, что ты меня запутал еще раз. Очень тяжело. Нет, будем в таком столе. Без чашки чая не обойтись. Сейчас это как бы просто такая, без конкретного названия страны. То есть мы не Украину имеем в виду, понятное дело. Ну, конечно, все совпадения случайны. Да, случайны. Ну, то есть, вот интересно чисто, знаете, политико-юридический аспект. Будет ли считать Евросоюз, во-первых, что вот эта захваченная часть, это территория Евросоюза или нет? Может ли страна, например, воевать, если она входит в Евросоюз? Да, кстати. Очень сложно. То есть это же открытый вопрос. То есть, а количество заброшенных сюда случайных паспортов от Евросоюза, это просто в эту страну гипотетизм, не Украину, гипотетизм, это случайность? Нет, так вот вопрос в другом. Может ли действительно Евросоюз, он же себя позиционирует, во-первых, у них нет армии. Да, нет. Это раз, да? Евросоюз, это не до конца понятно, это или международная организация, или конфедерация, и вообще что это? Союз. Ну, они до конца не могут сами определиться. Они то международная организация, то конфедерация, то уже почти федерация. Ну, то есть, тут возникло очень много интересных... По большому счету, международная организация. Далеко пошел. Давайте все-таки о прелестях европейского устройства. Да, мы на примере отдельно взятого бывшего генерального прокурора, который хорошо знает, как устроена Франция. Англия уже вышла. Франция изнутри. Ну, я про рябошапочку. А, господи, боже. Давайте посмотрим, какая прелесть. Рябошапку. Рябошляпку. Вот. Как его некоторые называются. Я позор фату от Римов рябошапка. Месье. Рябошляпка? Месье. Рябошапка. А в останний месяц на посаде генпрокурора. Яку? Ну, вот яку. Мне дуже цікаво. Вы не знаете яку? А ты официально хочешь? 160 тысяч гривен, между прочим, за лютый 20-го року. Ой, боже, обнять и плакать. Бедненький. По сравнению с премиями в Министерстве культуры, по сколько там, 400 процентов, да? То есть, вы считаете, что во Франции с такими деньгами делать нечего? В Страсбурге? Поверь, нечего. Это город для таких богатых пенсионеров. У него домик есть во Франции. Они, вот, видишь, причем в Страсбурге, заметь. А чего ты сразу его к пенсионерам? Седина – это еще не признак, между прочим, пенсионного возраста. Если ты можешь выйти на пенсию в 30 лет и жить в Страсбурге, как почетный пенсионер, то я могу только аплодировать стоя, потому что город дорогой. Причем они позиционируют себя на чем? И, кстати, в Европе, многие города в Европе идут этим путем. Они привлекают пенсионеров со всего мира. Потому что тебе получают пенсию и тратят ее там. Производство развивать не надо. Бабки есть, все, приходят, блин, живите. И мы создаем комфортные условия. Ну, конечно. Плюс еще пытаются из третьих стран нанять людей, которые будут обслуживать. Да, да, да. А мы будем это кофеек попивать. Ну, понятно. То есть вы не связываете поездку или иммиграцию, или отъезд господин-месье Ребошапки к себе в маеточек. Справедливости ради, я скажу одну такую штуку. Может он испугался карантина? Почему я скажу такую штуку? Я очень редко говорю о личной жизни, но скажем так, он с женой давно не поддерживает. Опа, эксклюзив нашей программы. А это ты откуда знаешь? Ну, вот так. И они, в общем, она забрала у него детей и осталась там. Она действительно работает в европейской структуре, ну, в Совете Европы. Зарабатывают там очень много денег, поверьте. Совет Европы это такая шняга, блин, в плане денег. Запикаем, запикаем, запикаем. В плане денег. А что, за шняга нормальное слово. Там можно заработать за пару лет и пенсию себе хорошую, и денег хватит еще на вторую пенсию. Поэтому это кормушка. А куда что-то поехал. Вот. Ну, я не знаю, куда он поехал, но не факт, что там, может быть, какая-то собственность у него есть, но с женой, ну, в общем, она забрала детей и уехала. Он тут, их там пытались мирить. Но, в общем, я к чему веду? К тому, что, ну, вот, он тоже... Что не все так однозначно. Да, не все так однозначно. Хорошо. Не факт, что оно его. Давайте мы на этом, скажем, да, пролеснем. Ну, и я уже вспомнила о карантине. Все-таки это одна из самых важных топовых тем. Украина нырнула с головой в карантин. Да, куда-то. Вот. Скажем так, в карантине куда-то. Как вы считаете, куда-то, да. Кроме того, что школьники будут сидеть дома, да? Это Нина Козловская. А, ты всех знаешь поименно? Ну, хорошо. Да, это же у нас новая глава профсоюза медработников. Вот. Будь как Нина, хэштег. Будь как Нина. Приплел уже сразу. Нет, да я же ее знаю. Михаил, и слово профсоюза обязательно должны встретиться. В другой программе. Если это не происходит, что-то тут не то. Ну, так что, мальчики, давайте все-таки обсудим. Степень серьезности проблемы. Что вы думаете по поводу необходимости введения карантина? Я думаю, что просто на Банковой кончились эти памперсы, и они решили ввести карантин. Ну, давайте посмотрим, что происходит, да? То есть, о чем-то там позаседало ТКГ в эти дни, да? Что-то они там себе порешали, да? И, судя по всему, решили какую-то комиссию даже учредить. В общем, вроде процесс пошел. Очень огромный риск, что это... Владимир Зеленский, он же президент мира. Да, мира, да, да. Он понимает, что если он не будет заниматься минским процессом, да, миротворческим процессом, то, по сути, его выбирали ради этого. Ну, да. То есть, его рейтинг держится на этом. Поэтому он отдал экономику саросятам и сказал, что поскольку меня избрали для этого, я буду это двигать. Ну, поскольку у меня тут ничего... То есть, не могу, перед мир объявлю карантин. То есть, ну, хоть что-то. Ну, да, поскольку с миром не вышло, а экономика, извините, вот, и поскольку с двух сторон оно так вот получилось, то надо делать карантин. Но у меня, например, очень странная вот эта история с карантином. То есть, я могу понять политическую логику правительства, да, что они пытаются подстраховать себя, чтобы в случае чего, если что-то произойдет, может, они что-то знают. Ну, как бы, а мы уже заранее. А мы объявили карантин, слушайте, ребята. Я думаю, что они просто боятся, потому что, причем боятся массовых протестов. Причем они... Понимаете, в чем дело? 14-го же марта, или 16-го, когда там этот марш патриотов должен был быть и быть? 14-го, как же, не знаю. 14-го, да, по-моему? Они вроде бы не отменяют. Они не отменяют, правильно. А теперь наложи это. Вот событие первое, 14-го. Ну, я не понял, то ли 14-го, то ли 16-го. Наложи вот их марш, да, на вот это вот, что происходит там в ТКГ. Да, ведь кто-то будет кричать из Рада и так далее. Потом наложи это на 18-е число, когда выходят сейф-фоп, фопы, которые, извините, реально осень все ближе и ближе, а фискализация все сильнее и сильнее, а экономика все хуже и хуже, и они все злее и злее, понимаешь? А теперь наложи это на 19-е, когда они решили землю об колено все-таки принять. Ну, земля, это не последний фактор. Абсолютно не последний. А теперь наложи это все на то, что мы неизбежно летим в дидидидихволт, потому что 31-го марта надо откуда-то решить. Не забывай еще размыть на ней могут евробляхеры, вот эти все. Ну, там все, что хочешь, может подняться. В общем, негодующих граждан. В общем, март обещал быть, ну, как 8 марта он себе там начался, так оно, в принципе, нормально. То есть вот этими гробами можно их не прятать, да? Можно не прятать, да, уже тепло, можно ходить, да. Вот, и они, честно говоря, трошки обомлели. Обомлели, да. Вот, и решили, причем, извините, как же по глупому они это сделали. Знаешь, это как из серии, надо же это, надо ограничить, ну, вроде, ну, карантин они где могут ввести? В учебных заведениях, там, ну, в коммунальные, там, какое-то, ну, там они... В культурные мероприятия. Да, в культурные мероприятия. А как массовые мероприятия вообще ограничить, да? То есть вот как? Это же не карантин. Мир не забраняя. Мир не забраняя, 39-ю статью, как? Они просто не дошли до 60-й, они до 39-й не дошли. Я уже молчу. Стали читать? Да, конечно, читали, мы знаем, что они по-другому. А, с другой стороны. Слушайте, если это 64-я статья, она же два в одном, там сказано, что ограничить права и свободы можно исключительно либо военным, либо надзвучанным станом. Но если они... И там и там задействована Верховная Рада. Да, и там и там Верховная Рада. И тогда возникает вопрос, слушайте, а чем тогда мы от Порошенко отличаемся? Абсолютно верно. А ничего, что с броня Верховной Рады там больше 200 людей. Ты не думаешь, что... Это с учетом тех журналистов, которые бухают в подвале? Ну, те вообще, ну... Катрусинки на зал. Катрусинки на зал. Катрусинки на зал, это тот зеленый, а вот эта кафешка снизу, это этот, Динамо его называли. Саш, ты еще не учла ложу для прессы, где сидит минимум еще человек 100 или до 100 человек. С биноклем. Это тех, кого не пустили. Которые, да, с биноклями, которые пытаются фотографировать там вот... Переписки? Любую. Конечно. Переписки и... И все остальное пере... Пере вот эти пере... И все, что там происходит в этом зале. Ну, ребяточки, ну смотрите, ну кроме нас ведь и весь мир в панике. Нет, просто вот по поводу карантина, мне кажется, вот еще... Вот я хотел закончить свою мысль. Мне кажется, это попытка, а, перестраховаться, да, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны. Но если посмотреть по факту, по кфотажу, у нас только один случай, один. Ребяточки, что вы до сих пор... Всего не можешь выявить случаев больше, если у тебя тестов всего один, да? Как ты можешь два? Нет, ну в экстренных случаях. Нет, ну просто вам не похожа вообще вот эта вся паника не только в нашей стране, я говорю, а вообще о мировой ситуации, да? Это попытка, по сути, под видом вируса, или, да, под мотивом вируса, захватить, ну, ограничить права людей. Нет. На передвижение. На передвижение. Посмотри, что происходит в Италии, да? А Дональд Трамп вводит ограничения на поездки людей из Шенгенской зоны Соединенных Штатов Америки на 30 дней. Да он закрывает... Слушайте, конференция по коронавирусу не состоится из-за коронавируса. Да, не закрывается. Властью попытка под видом коронавируса просто контролировать, закрыть людей в разных странах, то есть страны закрываются, просто закрываются. И тогда ты все равно их откроешь, это раз, но... Наверное. Я думаю, наверное, но я думаю, что речь идет о следующем. Знаешь, вот эти вот националисты, грубо говоря, в лице Трампа, да, то есть вот республиканцы, борются с товарищами транснационалами в лице демократов, да, то есть есть национальный капитал и транснациональный. У нас экономику захватили товарищи транснационалы, и мы их всех торжественно налобом нацепили в Сорос, ну, чтобы было понятно. Ну, что называть там Радшильдята, вот Радшильдята как-то не звучит, а Соросята звучит хорошо. Или там Дипи Марганята, понимаешь, Дипи Марганята вообще плохо звучит. А Бардеошники? А Бардеошники, да, но это к Мировому банку. Кстати, у нас тоже есть новое, что Алексей Гончарук, после того, как он перестал быть премьером, почему-то улетел в Португалию. Слушай, а тебя еще этот вопрос волнует? Пускай летит. Куда? В коронавирусные центры? Причем с земли, с этим товарищем, с этим товарищем, с этого, с Ирпеня, который там Ирпень застроил, да? Да, да, да. И товарищи в Кашкайше схватились за голову, да? Ну, в Ташки ведь летают у Вирии, ну, что ты хочешь, ну? За тыждынь до световой крызы. Но успел, не, еще надо было сказать, и купил доллары, да. И пиджак с отливом. Да, 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 и тройку с отливой, и в Лиссабон. И в Лиссабон, да. На трамвае кататься. Ребятки, ну это все, да, это как бы важные моменты, но ведь по факту... А он сможет ли вернуться из-за коронавируса? Тебе что, честно, ну... Или там, все теперь там... Тебе вот больше всего волны, где окажется гончар? Это когда жена встречает мужа, где ты... Курма-мать был, да, говорит? Коронавирус. В гараже, да, вот как кто-то кум чихнул, и мы закрылись на карантин. На карантин. Вот там в гараже с кумом, да. Самоизолировались. Самоизолировались. Это теперь может быть новая такая отмазка. А где ты был ночью? Дочихнули, мы тут решили... Ехал из Черновцов китайцев. Понимаете, Алексей, вот вы говорите о сокращении прав, передвижении... Вам не кажется, что для того, чтобы люди настолько стали избирательны и прихотливы, и не знают, чего они сами хотят? Чего надо запретить сократить права, а потом дать, и все будут счастливы? Тебе не кажется так, что все гораздо проще? Смотри, что происходит, когда сдувается вот этот глобальный пузырь, да, то есть вот... Они отсекают всякие транснациональные игрища, товарищи транснационалы... У нас там еще есть интересные разные фотографии, можно посмотреть по коронавирусу, продолжение... Да, можем пока мы будем обсуждать, потихонечку выводить наши смешные фотографии. Вот, товарищи транснационалы сосут леденец. Вот, а в это время, в это время, не надо визуализировать, вот, после Бердио... Тестер от коронавируса. Тестер от коронавируса, да, посасывает тест от коронавируса, да. Вот, а в это время товарищи, которые делают ставку на местной экономике, что делают? Видите, Олимус и Демишко Фрейд, да? Во-первых, летят вниз все эти долговые эти расписки и так далее. Обязательства. Обязательства. Вот это смешно, извините. Это трудно? Мы уже смеялись, да, что если вы там подозреваете у себя коронавирус, тихонько сидите дома, потому что смертность от него плюс-минус 3%. Но если, не дай Бог, об этом узнают ваши соседи, смертность вырастает до 80%. На повестке дня один вопрос, кто короновал вирус? Так вот, возвращаемся, да. Получается, что происходит? Во-первых, скачок внутреннего потребления. То есть вы перестаете тратить деньги на Италию, там еще куда-то, развозить бабки. Вот у меня бабца каже, где ты там был? Знову кудись у них гроши развозят его по свитеру. Что ты развозишь гроши по свитеру? Иди в речки посады. Иди в речки посады, иди бульбу покопай. Все правильно. Вот, и внутри. А это мы наблюдаем на наших скафандрских жарах. Я вчера это наблюдал, ну не я, жена наблюдала, а в метро. Я уже стал, как это, жертвой ее словесного описания. То есть она не совсем культурно описывала происходившее вчера в метро. Вот, говорит, народ купил там соли, говорит, они даже... С яички. Соль, говорит, каменная, каменная. Если они ее до смерти лизать будут, они лет 200, наверное, жить придется, чтобы ее вылизать до смерти, столько они ее купили. Может, они в ванне разводили. Туалетной бумаги купили столько, чтобы вы жрали, блин, столько, сколько вы той туалетной бумаги купили. Извини, куда ты ее денешь, да? Вот, понакупляли. А может, используют они всегда по назначению? А там, может быть, какие-то свои есть. Ты меня прям пугаешь, как вот туалетную бумагу. Лепить будут из туалетной бумаги, замоченные в соли? Что они будут делать? Нет, ну зачем такое реально? Вот я тоже видел вот эти нюансы, что вот скупают туалетную бумагу. Зачем? А, мне объяснили. Мы видели на фотографиях, в Японии так делали. Вдруг все дружно испугаются, а вот они готовы, подготовились. Ну, в общем, короче говоря, к чему веду? Растет внутреннее потребление, понимаешь? Всплеск идет внутреннего потребления. Это же хорошо для экономики? Хорошо. Когда падают долговые обязательства, это же хорошо для страны выкупить по дешевке свои же варанты и долги? Конечно. Хорошо. Что происходит в умной стране? Так это умная страна. Бабло дают людям просто так трать, потому что ты точно это бабло не вывезешь, куда ты его тут потратишь. Только на территорию. Это буст экономики внутренней, а этим товарищам транснационалам викиндует. Вот так вот. Приблизительно месяца на два. Викиндует, подели, пожалуйста, паузами, а то прям звучит как-то. Викиндует. Им вот так вот. И товарищи обтекают. То есть мне кажется, что ты не только на министра по карантину претендуешь, но и у нас пока вакантная позиция министра экономики и молодежной политики. То есть ты соединишь в одном. А это новое суперминистерство могло бы. Почему? Кстати, экономики и молодежной политики. Нормально. У нас еще такого не было, кстати, варианта. Ну слушай, что... Будет так молодежь-то. Дело молодых строить. Вот, экологии и энергетики было? Стой, было. Спокойно. Какой у нас главный капитал, который у нас забрали? Самый ценный вообще. Самый... Интеллект? Не только. Рабочие руки, люди. А что мы умеем делать хорошо? Мы можем делать новых людей. Вот. Кстати, во время карантина. И карантин. И карантин, чтобы не уезжали. Да, да, да. Ты доберется. Миша, правильно я понимаю, то есть ты считаешь, что... Люди делают новых людей. Люди делают новых людей. Это главная программа. Чтобы через год мы с вами получили пик рождаемости. А если еще свет отключат? Зайдем плату. Если все посчитали, да, что... Туалетная бумага запаслись. Нашествие этих скорпиодов, понимаешь? Слушайте... Потому что все дети, зачатые в карантин, они приблизительно как раз и появятся. Карантином и карантинкой, да? Карантинкой. Ну это будет самое популярное имя. Карантинка. И карантин. Причем нормально гендерно, как эти окончания там правильные, да? Гендерно культурный язык. Карантин и карантинка. Слушайте, я видел вот поздравления 8 марта. Мы начали с 8 марта. Поздравления, да? И вот читаю утром, ну листаю ленту, еще с просонья, значит листаю там поздравления разные. Пишут там тепла и света в душе. Ну да, я уже потом понял, что все-таки... И света с маленькой, то что это... Что не света в душе? Да, да. Свет в душе, думаю, в принципе, свет в душе вообще важная вещь, особенно если в доме тепло. Вот. Поэтому очень актуально пожелать тепла и света в душе. Вот, понимаешь? То есть это очень актуальная тема, особенно в период, когда мы входим в этот, как его, в... Выходим из отопительного сезона. В карантин. В карантин, да. Я все хочу сказать, в дефолт. Выходим и заходим в карантин. И заходим в дефолт, да. Входит и выходит. Замечательно выходит, да. И ты говоришь, выходя из отопительного сезона, заходя в карантин, разувайтесь, да. Мойте руки. Мойте. Перед и зад. Да, да, да. Вот, все помыли. Чихайте локоть. Да, чихайте локоть. У этого вируса есть позитивная все-таки сторона. Конечно, это же корона у него есть. Мы не только узнали, что там к чему, но мы, может быть, еще и научимся руки после туалета мыть. И уборку делать. И уборку делать. Заживем. Я слышал статистику, что у нас 50% людей, которые уходят из туалета, не моют руки. Ну правильно, потому что лучше один раз утром помыть, чем потом целый день. Я говорю, что, Алексей, не надо вести себя как государство. Не надо себя безопасить. 50%. Кто тогда тут у нас, как у нас представлена в аудитории, Саша? Мы будете по два ходить, как второй моет руки? Нет, ну если 50%, значит кто-то должен не мыть. Да, пошли в туалет за одной руки, по-моему. Кто-то должен не мыть руки, да? Логично. Ох вы, какой проказник, Алексей. В общем, возвращаемся. Конечно, возвращаемся. Мыльно-рыбные принадлежности теперь будут опять в цене. В конце концов, должны же они заработать, вот эти товарищи тоже деньги. Но вот мы вспоминали сегодня про Apple, а между прочим, Apple разрешили протирать экраны своих устройств влажными салфетками, ребята. Со спиртом или без? Со спиртом. Не указывается. Со спиртом. Со спиртом, да. И это при том, что они до этого всегда говорили, что нельзя, потому что это портит экран. Почему? А теперь уже не портит, да? Полезно. А теперь оказалось, когда коронавирус сказал, что можно. Но главное не опускать его туда. Да, но все-таки я вернусь к другой теме. А вот как нашим декоммунизаторам пользоваться Apple после всего? Мыть руки спиртом и пользоваться. В перчатках. В перчатках. Просто, кстати, сенсоры могут не работать. Ну, не надо нам вспоминать про Алексея Гончаренко. Воздержитесь. Ладно, в розовом 8 марта. Вот, но все-таки... Слушайте, так может Гончаренко был провидцем, когда он надевал эту синюю перчатку в Совете Европы? Он многозначительно надевал. Поэтому вот на этой ноте, я думаю, что... Да, мы сегодня заканчиваем нашу прекрасную программу. Поставим многоточие. Поставим многоточие. Тубик континет. Миша, огромное спасибо за участие. Миша, спасибо, приглашаю. Наговорил на несколько сроков. Но я же про Украину хотя в позитиве. То есть мы вот это, а не нас. Потому ждем всех в это же время, на этом же месте. И ждите новых гостей в следующей программе. Может быть, Кирилл вернется. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Игорь Собот藏. Продолжение следует...